Итак, приветствую друзья и гости канала, всем огромнейший привет! И что я хочу вам сказать? Сегодня 6 декабря, и знаете, что такого интересного произошло? Да ничего, у нас плюс 11,5 градусов, и знаете, я понял, что мне Владимир Владимирович Путин испортил всю мою жизнь, серьезно вам говорю. Сейчас спросите, как? Ну, как, да? Вы знаете, он подписал запрет об ЛГБТ. Вы знаете, что у меня, в принципе, жили, вот жили у меня соседи прям классные, да? Гребаные трансвистюги из Санкт-Петербурга. Классные, классные мужики или девки, да хрен его знает, мужики или девки. Ну, нормально, в принципе, жили, снимали, все спокойно было, все было прекрасно и замечательно. Никого не трогали, бесплатно, только если ему заплатят. И тут, вот эти все законы и так далее, и в общем, они покинули. Знаете, зачем покинула меня, что сделал я тебе плохого. И в общем, покинули, покинули они. И вместо них кто заехал, правильно говоришь, мальчишка, заехала молодая семья с ребенком. Блин, у меня такое ощущение, как будто ребенок, ну, не знаю, может быть, болеет немножко даутизмом, либо еще чем-то. Я не понимаю, я не понимаю, зачем он трахает, либо мечом, либо еще чем-то, зачем он трахает эту стену, где я всегда сплю. Е-мое, думаю, нифига себе, думаю, вот там реально жесть. От трансов меньше было проблем, чем вот от папы, мамы и ребенка. Понимаете? Я поэтому, в принципе, теперь понимаю, почему многие не хотят сдавать квартиры, если вы приезжаете с ребенком, с собакой, с кошкой и так далее. Это просто жесть жестянская. Это просто офигеть. Поэтому Путин испортил мне жизнь с этими своими законами. Они потрахивали всех. Ну, вот у меня же много подписчиков, у которых мужского мало, которые могут только в комментариях, да? Вместо того, что в комментариях, они приходили к моим соседям, заплатили им 35 тысяч рублей, они их оттрахали, сидя, лежа на голове, в припрыжку и в прискок. Не он их, а они его. И нормально, они уходили удовлетворенно и все. А сейчас, представляете, я даже посмотрел, в связи с переездом, сколько срача становится в комментариях. Ну, недотраханные мужики у нас появляются. Ну, е-мое. Путин, короче, испортил всю жизнь. Ладно. Да, если серьезно, президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Значит так, россиянам больше не нужно брать бумажные полисы ОМС на прием к врачу. Блин, мне кажется, давно уже не спрашивают, но теперь уже официально спрашивать не нужно. А вот за госификацию домов сочницы смогут получить компенсацию. К примеру, вы купили себе дом, да, ну, как бы участок, построили дом, сделали газификацию. Обошлось вам в полтора миллиона рублей в среднем газификация. Вам будет компенсация в размере 75 тысяч рублей. Не очень? Не очень. А приятно. Правильно же? Все говорят, что можно подключить, да, у нас диванные эксперты, ну, которые вот после моих этих трансвистюк, все говорят, что за 50 тысяч можно подключить газ, а то, что ты озвучиваешь всякую чушь, но при этом правительство компенсирует 75. О, везде ли? На этом зарабатывать можно. Поэтому, ребят, кто так пишет, что за 50 тысяч можно подключить газ, берете быстренько, подключаете за 50 и 25 тысяч вам еще просто так будет давать. Прикольно. Классный бизнес. Офигенный бизнес. Но я понимаю, что никто не побежит ни заработать, потому что такого нет. Все знают реалии, с какими столкнуться, когда будет подключать себе газ. Загрузка горных курортов в Сочи уже превысила 90%. Ну, и, конечно, сочинские горнолыжные курорты стали лучшими в стране по итогам года. Все номинации забрали. Да что там в стране? Мы лучшие в мире в стране, блин. Е-мое. Нашли. Это, знаете, это все равно, что сказать, вот в Сочи лучший. Да это категория не наша, вы понимаете? Категория не наша. Сочи, это конкурент, должны быть какие-то там европейцы и так далее. Ну, скажите, город в России, который может быть конкурентом в Сочи. Это вот все равно, что, не знаю, выше выходит мастер спорта международного класса, и против него выходит второзрядник, и они их сравнят. И говорят, вот, мастер спорта опять одержал победу. Серьезно, что ли? Как так-то? И здесь то же самое, да, когда делают аналоги с другим каналыжным курортом. Ну, как можно Сочи сравнивать с тем же Шерегешем, Кувандеком, там, не знаю, там, сравнивать с Абзакова, с Баном? Ну, это же, это другие весовые категории. Надо сравнивать Сочи только что-нибудь там с другими. А так, конечно, мы отобрали все первые места. Как, знаете, там, десятиклассник пришел на соревнования, там, не знаю, по баскетболу с трехклассником. Ну, это то же самое. Ну, конечно, десятиклассник, здоровый буйвол и все. И здесь, в Сочи, это то же самое десятиклассник, здоровый буйвол и так далее. Но я рад, да. Главное, чтобы еще цены не подняли. А то, знаете, цены все равно как кусачие. Ну, довольно-таки кусачие. Одно дело, когда ты просто приезжаешь на выходные, другое дело, когда ты приезжаешь в целенаправленный отдых. Когда ты приезжаешь в целенаправленный отдых, ты понимаешь, что такие цены должны быть. А когда местные приезжают, да, все равно, мягко говоря, по карману это бьет. Значит так. Ну, что, дальше. Еда и сервис в местных заведениях ужасный. Россияник рассказал об отдыхе на юге России. Говорит, я, говорит, решил вместо Европы полететь куда? Тебе, говорит, куда? Говорит, в Анапу. Говорит, да ладно, да, говорит, в Анапу. В итоге, говорит, я же москвич, говорит, я прекрасно понимаю, что до Анапы очень тяжело. Это вот менты повернули, кстати, менты через этот, вот он в шапках сияет, через острову безопасности. Ну и, в общем, что, говорит, мы, говорит, поехали, говорит, ну поехали, говорит, на машине. Ну я же понимаю, я же москвич, я же москвич. И поэтому, конечно же, тяжело доехать сразу до Анапы. И мы решили сделать перевалочный пункт под Ростовом. Под Ростовом нас поимели, ну бывает же такое, нас поимели. Вот они, менты, блин, наши, взяли, все нарушили. В общем, под Ростовом нас там поимели с гостиницей, ну да ладно, приехали в Анапу. В Анапе тоже, конечно же, ты хочешь себя поиметь и так далее. Но сказали, при всем при этом, в целом, отдых удался, с чем я и поздравляю. А россиянка рассказала, почему в Сочи зиму не отличить от лета. Потому что очень много зелени, потому что все хорошо, потому что все прекрасно, потому что все замечательно. И вот она говорит, потому что вот как бы так. Потому что, говорит, это вам не то что-либо что, а тем более совсем. А что касается всего за этого, то это было за всегда и с каждым. Поскольку постулька и потому как. А вам как? Вот так вот, и все. Ну, говорит, зелени много, говорит. В воде, говорит, ходишь же по пляжу, говорит, еще люди даже купаются. Кстати, я вчера тоже хотел искупаться, но не получилось, сегодня искупаюсь. Вот в такую погоду мне хочется искупаться, чтобы бодрячок был и так далее. Сегодня пойду в Заполярье, после пробежки, наверное, пойду, дойду все-таки до пляжа и попробую искупаться. Ну, там вроде говорят, что там на пляж закрыт, ну, на пляж выйти невозможно. Ладно, давайте мы с вами пробежимся дальше. У нас же новости еще же есть. Значит так, товароборот между Россией и Китаем увеличит почти на треть и достиг 200, ой, 150 миллиардов долларов. А новогодняя амнистия предлагает сочинский водоканал, предлагает погасить долги без пени. Это же прекрасно. А в Сочи построят 5 домов для переселенцев из аварийного жилья. А вы знаете, как возникает аварийное жилье? Да, мы знаем, Максим. Нечаянно загорается, нечаянно то, нечаянно это. И, соответственно, становится согласным быть на все. Да, да, вот именно так. И теперь у нас и в Лазаревском, и в Центральном Сочи, ну, как бы в районе, знаете, Донская, там вверх, в районе Тимирязево, появятся те самые домики. И, соответственно, люди с центра, да, которые нечаянно у нас сгорели всякие бараки и так далее, смогут переселиться с центра Сочи, с вокзального района, с заречного района, смогут переселиться на Тимирязево. С чем я вас и поздравляю. На Кубани стартовала неделя ответственного отношения к здоровью. Давайте выпьем за это. Россияне смогут бесплатно посещать бизнес-залы, а потом уже до вокзалов Российской Федерации и Зарувежья. Опять ВТБ там что-то химичит, что-то готовит. Я не знаю, я никогда не посещаю, если посещаю, то плачу. Где вы видели такую зиму? Синоптики дали прогноз на неделю в Сочи. Погода будет хорошая, погода будет за хорошая. Вот добра добра не ищет. Сочинка рассказала, как она подвезла незнакомца. Говорит, еду, смотрю, сидит полубомж коматозный. Я посмотрела видеоролики Максима Коломейцева, как он всех бесплатно подвозит. Ну и решила тоже подвезти. А почему нет? Ну и в общем мужчину подвезла, а потом обнаружила, что у меня пропал телефон. Да, обратилась в полицию. Оказается, в благодарность, что бесплатно подвезли, еще и телефон украли. Это нормально, атипично. Как говорится, не делай людям добро. В шесть лет тюрьмы и за 15 тысяч грозит сочинцу. Да, да, 15 тысяч стоит смартфон. Я не знаю, какой смартфон стоит 15 тысяч. Но шесть лет за это могут дать. И эксперты напоминают, как уберечь ребенка от болезни в сезон гриппа. Прививайтесь, пожалуйста. И новая трасса сократит время в пути в Сочи в три раза. Уже всю эту трассу утвердили. И с нового года уже начинают ее делать. Тем самым помогут разгрузить хосту, кудепсту, да, вот этот промежуток. И в общем обещают, что за 2 часа 20 минут вы сможете спокойно долетать до этого прекрасного места, которое называется у нас как, правильно, Джубган, Краснодар и так далее. Поэтому у вас все получится. Дорога сразу, говорит, будет платная, потому что альтернатива, это бесплатная, это серпантин. Не хочешь платить деньги, вперед из песни на серпантин. Хочешь комфортно браться за 2 часа, вот, вперед на платную трассу. Поэтому уже это утвердили, ее делать будут. Массовая авария на трассе в Сочи. От удара Lexus прокинулась на бок. Ну, что у нас? Lexus, вы же сами понимаете, на Lexus тормозов-то не бывает. Ну, я серьезно говорю. Я на Lexus Rx300 в Сочи ездил за рулем, как его, как это называется-то, в Крым. Поэтому я знаю, что тормозов-то нет. Ну, и, в общем, Lexus догнал Volkswagen. Ну, и, конечно же, устойчивости нет. Ну, вот Lexus, да, ну, уже видите, это больше похоже на порнографию какую-то, да, а не на автомобиль. Ну, и все, что вы думаете? Все. И сразу же Lexus перевернулся. А что? А что, говорит, я еду в потоке, как все едут. А эта тварь, говорит, на Volkswagen затормозил. А у него тормоза есть, а у меня же тормозов нет, я же на Lexus еду. И все. Кто виноват? Volkswagen виноват за то, что он затормозил, за то, что у него такие хорошие тормоза. Говорит, я здесь ни при чем. Я, реально, ни при чем. А еще виноват Lexus. Вот почему? Ну, потому что он перевернулся, он неустойчивый. Поэтому виноват. Вот как бы так. А я не виноват. Все нормально, все хорошо. Но потом все-таки машинец сказал, что он больше никогда в жизни за японский автомобиль не сядет. Ну, потому что это гребанное извращение. Ну, как так? Volkswagen там, не знаю, Polo оттормаживается лучше, чем Lexus. Это ж ненормально. Ненормально. Самый лучший день. Глеб опозорился на собственном выступлении из-за тела драку. В общем, начал выступать. Я смотрел этот отрывок. Ну, это жесть. Там начал петь. Видно, как то ли он бухой был. То ли обколотый, то ли обкуренный, то ли еще что-нибудь. Потом как херакнул к жукам майским и кедрине Фине тот самый микрофон. И все. А потом после этого, как бы, ну, он решил так немножко извиниться. Ну, после этого пошел куда? Пошел в бар. Пошел гулять, бухать и так далее. Там, соответственно, он пересекся с каким-то мужчиной. Мужчину звали Андрей. Продолжил ему сагать в нарды на деньги, там, на что, на 100 тысяч долларов. Андрей сказал, у меня нет таких денег в 100 тысяч долларов. И на этом фоне, там, да ты конченый нищеброд, да ты, да ты, да ты все. Началось. Вышли на улицу. Лепс вышел со своими охранниками. И в итоге на видео видно, как охранник здоровый такой берет, ударяет. И Лепс из-под тяжка такой, как крысеныш такой подрывается и тоже бьет. Ну, скорее всего, да, сейчас будут извинения, будет еще что-нибудь. Ну, ситуация, мягко говоря, не очень хорошая. Ну, реально, не очень хорошая. Хотя, вот, ладно, не будем без комментариев. Доброелка. В Краснодарском крае к Новому году исполнить детские мечты. Нифига себе. А в Сочи таксист катался по городу с капотом на лобовом стекле. Видимость ноль. И там все шутят. Нифига себе. Это Яндекс.Такси.Беспилотник. Представляете, ну, люди-то у нас острый на язык, да? Яндекс.Такси.Беспилотник. Ну, а что? Сегодня я для вас покажу тот дом, на котором мне предлагают поменять квартиру. Все-таки поеду я сниму. Для вас сюжет, который находится в ручее видным. В принципе, если вдруг кому-то понравится, вы, может, даже этот дом сможете и приобрести. Потому что мне, конечно же, я вчера показал владельцу этого дома, показал, соответственно, квартиру. Да, ему все понравилось. Давай поменяемся, ключ в ключ. Ну, в общем, блин, мне не нравится то, что я бегу от ремонта. Хочу сделать именно ремонт сам, с нуля. И здесь опять же. Поэтому я сегодня вам постараюсь показать тот самый прекрасный домик. Ну, в принципе, прикольно. 260 квадратных метров с бассейном, с гаражом, с баней там. Там, с плодовыми деревьями, там, фихуа, киви, инжир. Все это растет. Ну, прикольный вариант. Именно в коттеджном поселке. Сегодня я, наверное, сниму этот дом, чтобы вы понимали, на что мне предлагают поменять. Теперь следующий момент. Ребят, я же вчера сказал, и вы же у меня не глупые и не тупые. Вы же можете слушать. Это касается тех, которые мне предлагают на обмен всякую дичь. Ребят, ну, давайте еще раз определимся. Я квартиру продаю. Я продаю ее не спеша в острые мечты. У меня она не горит. У меня есть где жить. У меня есть заработок. У меня есть деньги. Мне не горит. Поэтому порнографию свою не предлагайте. Тем более по завышенным ценникам. Такие, как огни Сочи. Ребят, ну, не нужно мне. Не нужно мне 52 квадратных метра в огнях Сочи. Не нужно мне. Не нужно мне в альпийском квартале ваши, на третьем, на четвертом этаже. Мне тоже-то ничего не нужно. Мне вообще альпийский квартал не нужен. Не нужен. Я знаю, что такое альпийский квартал. Я знаю, что такое жить у данного застройщика. Я не хочу. Вот даже под дулом пистолета, под расстрелом. Не хочу. У меня уже мои знакомые живут. Они там то света нет, то еще чего-нибудь. Нет, спасибо. Не нужно мне такое. Я хочу жить в нормальном доме. Как бы и для себя я точно не рассматриваю. Теперь следующий момент. По поводу скидки. Готов купить за то, за все. Я понимаю прекрасно, что вы готовы купить за 30. Вы готовы купить за 27. Вы готовы. Но это вы готовы. Но я не готов продать. Но вопрос, а если риэлтор, там же есть комиссия. Да, есть комиссия. Вот риэлтор получит свою комиссию за продажу. А вам никакую скидку я не делаю. Но я серьезно говорю. Никакую скидку я не делаю. У меня моя цена 35 миллионов. Хотите, покупайте. Не хотите, смотрим варианты другие. Смотрите варианты в другом комплексе. Еще что-нибудь другого размера и так далее. Давайте мы не будем на эту тему с вами разглагольствовать. Я тем более вижу, что комментарии-то пишут. И это одни и те же. И вижу, кто там начинает со мной торговаться. Я же вижу переписку нашу. Вы там не можете за 3 миллиона квартиру купить. 4 года назад вы там все это. А сейчас вы там пытаетесь меня ловить на понт, пытаетесь торговаться. Давай за 27 заберу. Какие 27? У тебя 3 миллиона в кредит. Какие? Ну, вы-то, не знаю, может быть, вы переписку удаляете. А у меня-то переписка вся сохраняется. Я вижу, кто на что из вас способен. А когда вы начинаете говорить правду в комментариях, ну, не в комментариях, а в сообщениях, почему-то начинаете обижаться, начинаете блокировать. Правда режет, что ли? Правда не должна резать. Правда не должна убивать. Ну, бывает такое. Поэтому, вот как бы так. В целом, сегодня погода более-менее хорошая. Осталось сегодня с утра пробежаться. Ну, блин, был пасмурно. Думаю, не получится заснять то, что вам хотелось заснять. Поэтому, если сегодня получится, днем я пробегусь. А так, если что, пойду опять. Видите, у нас даже такие браслеты сделали в Z-FIT. Офигенно, кстати. Народу стало мало. Я вчера прям там хорошо позанимался. Сходил в баньку. Там прям классно вчера, прямо от души. Сегодня я хочу все это повторить. Вот так. Значит, так, что-то я еще хотел сказать. Какой-то я сделал. Что ты говоришь, мальчишка? Какой-то ты хотел сделать еще один бисер. Да, хотел еще какой-то бисер сделать. Не знаю, посмотрим, получится или не получится. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, получится или не получится. Ну, в общем, вот как бы так. Как бы так. Как бы, как бы, как бы так. Поэтому я в любом случае хочу, хочу, чтобы у всех у вас было все хорошо, все было прекрасно и так далее. Ну и, конечно же, не нужно забывать, что я не хочу заниматься благотворительностью. И когда вы мне предлагаете определенные суммы, еще раз повторюсь. Я же там не бабушка-инвестор, не горе-инвестор, которому загорелось и который сейчас срочно пытается там избавиться от своего неликвида. Нет, ребята, у меня хорошая ликвидная квартира. Я продаю ее за свои деньги. Если продастся хорошо, не продастся, как говорится, не продастся, если не продастся, то я оставлю себе. В конце концов, может быть, там, не знаю, возьму там, не знаю, может быть, что-то меня перекосит, возьму и подарю сестре с ее детьми. Мало ли что. Поэтому, еще раз повторюсь, цена 35, там, можете даже не писать, там, за 30, там, за 32, за 27. Нет, ребят, нет, нет, не за 30, не за 22, не за 27, нифига. У меня есть моя цена. Устраивает, покупает, не устраивает. Блин, ну все. Как бы идете, смотрите альтернативу. Ну и, в общем, как бы так. Всем добра и пока. Субтитры сделал DimaTorzok